Все. Уважаемые друзья, наконец-то связь налажена и мы начинаем наше общение. Я так рад за эти технологии, хотя они иногда и подводят нас, но что бы мы без них делали? На самом деле для Слова Божьего нет границ. И отсутствие тела, но присутствие духом я нахожусь вместе с вами. Вообще Красноярск, Сибирь – это особенное место, особенно для латышей. Туда столько сослали латышей. И теперь вот мы пожинаем. И я думаю, что там будет очень много сильных церквей и огромное-огромное пробуждение. Я сердечно приветствую вас. Хочу поблагодарить и пастора Сергея Синокосова, его команду, его лидеров прославления и всех организаторов этой прекрасной конференции. Когда я слышу, что где-то собрались музыканты, певцы, поклонники, это всегда меня где-то внутри будоражит, потому что это моя родная стихия. И очень бы хотелось, чтобы сегодня, когда у нас не так уж и много времени, но все-таки использовать это время, чтобы освежить и посмотреть свежим взглядом, может быть, новым взглядом на то служение, которое мы с вами совершаем. Я боюсь больше всего, что слово поклонение, левиты, прославление превратилось в какие-то избитые слова, лишенные смысла. Я думаю, эта тема не познаваемая до конца. Я думаю, что эта тема, она закрытая, зашифрованная в своем объеме. Какую-то часть мы с вами познали, что-то вкусили. Какую-то часть этого служения мы проверили на своей шкуре, проверили на своем опыте. Но я думаю, что то, что еще мы не открыли по сравнению с тем, что мы уже познали, это океан по сравнению с какими-то каплями. Этот год мы назвали годом преображения и славы Божьей. Поэтому мое огромное желание, чтобы в этом году каждый из вас мог пережить вот эту трансформацию преображения и славы Божьей. Я абсолютно убежден, что когда мы привыкаем к церкви, привыкаем к обетованиям, привыкаем к тому же Иисусу, который нас где-то в 90-х годах спас, избавил, освободил. И даже иногда возникают фамильярные отношения с Иисусом. Иисус хочет нас повести на гору преображения. Он хочет что-то сказать нам важное. Он хочет что-то открыть, то, что было закрыто. И Он кому-то из учеников сказал, есть много и стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И мне бы хотелось пророчествовать сейчас вашу жизнь, ваше служение, ваши города, что вы увидите Царство Божие, грядущее в силе. Мы с вами видели пробуждение и проповедовали Евангелие пробуждения. И, может быть, наше поклонение было частью пробуждения. Но я должен вам очень серьезную вещь сказать, и я думаю, вы, взрослые люди, понимаете, что если программы пробуждения не превратятся в программы реформации, пробуждение захлебнется. Должен сказать, что этот год, 2017, 2017, это такой очень важный, стратегический и ответственный рубеж. 500 лет реформации и 100 лет революции. За одним событием стоял Бог, за другим событием стоял дьявол. И сегодня от нас с вами зависит, в какую эпоху мы с вами шагнем. На самом деле, Господь в последнее время желает вернуть эпоху реформации. И абсолютно убежден, что детонатором, именно вот этим ключевым моментом процессов реформации, преображения нашего общества, является трансформированное и преображенное поклонение. Это первая заповедь, с чего все началось. Сегодня мы чуть подробнее поговорим об этой заповеди. Но я просто хочу провозгласить вашу жизнь, хочу провозгласить вашу судьбу. 2017 год – это год твоего преображения. Бог преобразит твое отношение к Нему. Я думаю, будут глубокие и совершенно неожиданные откровения сегодня. И я знаю, что там, где нет преображения, там нет славы Божьей. И вот Господь поднял учеников на гору преображения, казалось бы, и что еще? Мы столько чудес видели. Иисус столько чудес отворил. Он столько уже показал, и кормил голодных, и исцелял больных, и бесов изгонял. Что еще? И многие из вас могут задать вопрос, что еще? У нас революционные центра, у нас группы домашние, у нас евангелизации. Что еще? Иисус, чем ты еще нас хочешь удивить? На самом деле, Бог хочет удивить нас. И когда они были на горе преображения, вечность дохнула, вечность проговорила, вечность прикоснулась к ним. Я абсолютно убежден, что если наше служение не будет преломленным через откровения о вечности, но вряд ли мы можем достичь желаемой цели. На самом деле, ученики увидели то, чего они никогда не видели. Они увидели Иисуса, они увидели Моисея, они увидели Илью. Пардон, Моисей на этой земле жил за полторы тысячи лет до Рождества Христова. Илья за девятьсот. Они на земле никогда не встречались, и вдруг они встретились. Вот это откровение о вечности. Ученики увидели реальность Царства Божьего, где прошлое, настоящее и будущее сошлись на одной площадке. Что такое Царство Божье, пришедшее в силе? Это когда мы пересекаем границы материального мира, и мы выходим на территорию Царства Божьего. А территория Царства Божьего – это территория вечности. О, как хочет вечность проговорить через поклонников. О, как вечность хочет спеть те мелодии, которые звучат там. О, как вечность хочет найти своих сыновей и дочерей. И я абсолютно убежден, сегодня Бог прикоснется к нам. Мы увидим Царство Божье, грядущее в силе. Я убежден, что любое откровение, любое откровение, не связанное с вечностью, суть не откровения. Потому что мы были запланированы из вечности, прежде чем появилась цивилизация человеческая. И Христос пришел на землю только для того, чтобы изгоев вечности вернуть туда, где мы должны быть. Ну, что всякий верующий в Сына Божьего не умирает, но переходит от смерти в жизнь. И воля Божья, его желание, чтобы мы имели жизнь вечную. И если говорить о поклонении, то поклонение это фундаментальный принцип вечности. Поэтому мне бы очень хотелось именно через призму вечности еще раз посмотреть на то служение, которое почетно несет каждый из вас. Я благодарю вас за вашу верность, я благодарю Бога за вашу посвященность, я благодарю Бога за тот опыт, который Бог дал каждому из нас. Но абсолютно убежден, что мы на пути. Мы на пути. И для меня лично всегда процесс развития делится на определенные этапы. Как и мы в Библии читаем, есть внешний двор, есть святое и есть святилище. И вот в своем развитии какие-то группы прославления или поклонения, они застряли на внешнем дворе. Это внешний мир, это общественное мнение, это стиль, мода, это какие-то правила, которые диктует мир и так далее. Кто-то уже с внешнего двора уже созрел, чтобы перейти с внешнего двора во святое. Может быть, уже здесь свое лицо, свои какие-то уже правила, свой навык, и все-таки Бог желает нас вести во святилище. Мы люди святилища. Мы поклонники и мы те люди, которые понимают, что святилище как раз это стартовая площадка, чтобы войти на территорию Царства Божьего, которое имеет власть, авторитет и силу. Поэтому этот семинар бы я обозначил истоки и природа поклонения. хотелось бы посмотреть, насколько это глобальное служение. Мне бы так хотелось, чтобы мы изменили свое привычное, уже традиционное, может быть, даже фамильярное отношение к этому ответственнейшему служению, которое называется поклонение. Насколько Бог относится к этому служению необыкновенно ответственно. Насколько Он рассматривает это служение как одно из самых великих, основополагающих в Царстве Божьем. Давайте помолимся несколько минут, чтобы Господь приготовил и наше сердце, и чтобы приготовил Слово, и чтобы это все сошлось, чтобы это Слово могло упасть на добрую почву. Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, благослови этот семинар. Драгоценный Дух Святой, я прошу Тебя, открой наши глаза, чтобы нам видеть, какое богатство славного наследия Ты приготовил во Христе Иисусе. Я прошу Тебя, драгоценный Дух Святой, убери всякий религиозный мусор из нашего сердца, убери всякие религиозные мысли, навыки, парадигмы, все, что отвлекает, все, что не созидает, и все, что не приближает нас к Тебе. Господь, проведи эту ревизию. Я прошу, подними нас на эту гору преображения. Я прошу Тебя, очисти наши сцены, очисти наши церкви от религиозного невежественного поклонения и прославления. Пусть понравятся Тебе преображенные левиты, и пусть преображение высвободит славу Твою. Я благословляю каждого человека, который сегодня в зале, который слушает нас. И я прошу Тебя, Господь, сними пелену с наших глаз, открой нам горизонты вечности. Открой нам горизонты и реальность Царствия Твоего. И я прошу Тебя, помоги, чтобы каждый из нас не вкусил смерти, пока не увидит Царствия Твоего. Я прошу Тебя, раздели с нами это время. Мы просим Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Амин. Итак, друзья, название этого семинара истоки и природа поклонения. Должен отметить, что самые сложные вопросы это вопросы простые. Вот сложный вопрос, почему победил Трамп, ну все абсолютно знают, почему он победил. Что в Сирии творится, ой, все знают, что творится. А вот когда спросишь, что такое поклонение, десять человек поставь и спроси, что такое поклонение? Я думаю, на этот простой вопрос ты услышишь множество сложных ответов. Я думаю, мы должны ответить. И для нас это принципиально важно. Иоанна 4, 21, 22. Давайте посмотрим, как Иисус говорил самарянкой об этом серьезном вопросе. И самаряне знали кое-что о поклонении. Иудеи кое-что знали о поклонении. Простые люди кое-что знали в Израиле о поклонении. И Иисус Христос тоже кое-что знал о поклонении. И мне бы очень хотелось из первоисточника. из первых уст все-таки услышать версию, версию самого Сына Божьего. Мало ли, что говорят самаряне, мало ли, говорят, что иудеи, мало ли, что говорят в Америке, в Австралии, в Европе о поклонении. так хочется знать, что это такое из первых уст. Что сам Христос говорит об этом предмете. Давайте прочитаем. Иоанна 4. Иоанна 4. Начнем с 20-го стиха. «Женщина говорит ему, Господи, вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Самое интересное, что Самарянка первая затронула вопрос поклонения. То есть она говорит, мы знаем, что такое поклонение. Мы знаем место поклонения. Мы знаем формат поклонения. Отцы наши поклонялись вот на этой горе. А вы, иудеи, говорите, что надо поклоняться Вирусалиме. А Иисус ей говорит. Вот очень важно выслушать. Иисус ей говорит. И мне бы хотелось, чтобы Иисус не только ей говорил, чтобы Иисус и мне говорил, чтобы Иисус и тебе проговорил сегодня из первых уст, истоки. сущность, природа поклонения. Иисус говорит ей, поверь мне, наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Первое, первое, поверь мне. Уж кому-кому, конечно, Иисусу верить надо. ибо если не ему, то кому вообще. И давайте согласимся поверить Иисусу. У нас выбора просто нет. И Господь говорит, поверь мне, эпоха истинных поклонников наступает. Вы, наверное, почувствовали, вот даже в первом, только вот, в первой мысли, первый стих, который мы прочитали, там уже намечаются какие-то перестановки. и не на горе, и не в Иерусалиме грядут какие-то перемены, грядет какое-то преображение. Сам Господь в лице Иисуса Христа хочет навести порядок в этой серьезнейшей и ответственнейшей сфере, сфере поклонения. Он говорит, наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Это просто потрясающее место. Здесь столько важных мыслей. Здесь столько важных мыслей. 22 стих начинается с упрека. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем. Я хочу подчеркнуть эту мысль. разговор делит людей на своих и чужих. Мы знаем, чему кланяемся и кому кланяемся, а вы не знаете. Самое главное, друзья, братья и сестры, поклонники и левиты, чтобы однажды в наш адрес не прозвучала вот эта фраза, вы не знаете, чему кланяетесь. Это опасно. Мы должны знать, кому и чему мы кланяемся. И вы знаете, здесь Иисус вообще без пардона, вообще без всяких оправданий или объяснений, делит вы и мы. Вы не знаете, а мы знаем. Так вот, моя мысль, Господи, сделай так, чтобы мы оказались в твоей команде, чтобы говоря, когда Иисус говорит о том, что мы знаем, кому поклоняемся или чему поклоняемся, чтобы говоря, мы знаем, Он говорил о новом поколении. Потому что это очень опасно. Самаряне тоже претендовали на это служение. Они тоже претендовали, что они поклоняются Богу. А Иисус говорит, да нет, ваши поклонения, суть не поклонения. И вот вопрос возникает, чтобы Иисус сказал насчет нас, посмотрев на наши сцены, посмотрев на наш репертуар, посмотрев на наши конференции, чтобы Он сказал, чтобы Он мог сказать. Вы не знаете, чему кланяетесь? Или Он сказал, «Я принимаю ваше поклонение». В конце концов, нас должна интересовать не модная волна, не фавориты сегодняшнего мира христианского. Я вообще против, не имею многообразия, разнообразия. Я про новое поколение. Потому что школы поклонения бывают разные. У самарян свои, у иудеев свои, в Айхопе своя школа, в Хилсунге своя школа. Там Джиза скалчивался, своя школа. Вопрос, как насчет школы нового поколения? Знаем ли мы, чему мы кланяемся или кому кланяемся? Самое опасное, вы не знаете. Вот чего надо опасаться, друзья. Не просто бегать за одной модой или за другой модой получить откровение от самого Господа из первых уст, что такое поклонение? Мы хотим знать, что происходит вот здесь, на этой сцене, когда мы поклоняемся. Чего опасаться? Опасаться надо невежество. Повторю эту мысль. сегодня есть много школ поклонения. И в этом есть красота. И в этом есть уникальность тела Иисуса Христа. Дары различны. Служения поклонения различны. И действия различны. А дух один и тот же. Но мы должны знать школу поклонения нового поколения. Потому что каждому направлению каждой динаминации дается своя уникальная модель поклонения. Вот я недавно был в Америке в Канзас-Сити. Это Айхоп. International House of Prayer. И когда мы говорили с лидерами, выяснилось, что у них 24 часа в сутки, 7 дней подряд идет молитва. Это у них своя школа. у нас такого пока еще нет. И когда я смотрел, думаю, люди получили такое великое откровение. Но он стоп, можете представить, 4-5 лет молитва не прекращается ни днем, ни ночью. Причем с участием музыкальных групп, с участием певцов и тех, кто молится. Вот смену отработали, другая смена приходит и так далее. У них в Канзас-Сити 50 музыкальных групп. Вот мы берем тот репертуар, вы понимаете, репертуар это верхняя часть айсберга. И должен еще сказать одну мысль, которую вы должны запомнить на всю жизнь. Поклонение обслуживает откровения. Какие откровения в данной церкви? Такое будет и поклонение. То есть искусственно это как ты чужую одежду одеваешь. Но поклонение это результат, если хотите это энергетика, если хотите это мощность конкретного откровения. И чем глубже откровение, тем глубже поклонение. Чем примитивнее откровение в церкви, тем примитивнее поклонение. Чем специфичнее структура церкви и откровение данной церкви, тем специфичнее это поклонение. Поэтому, когда кто-то даже обижается, откуда вы этот термин взяли? Школа поклонения нового поколения. Это не просто каламбур, это логика. Какие откровения такое и поклонение. Так вот, вернемся в Айхоп. 50 музыкальных групп. Я задал вопрос, а что нужно делать, чтобы попасть на сцену? Они говорят, ну, необходимо, чтобы эти музыкальные группы могли быть частью круглосуточных молитв. Ибо если ты там не прошел эту школу, не испытал на себе, что такое 24 на 7? Если ты не отмолился, часов 350, 550 часов подряд, я не говорю подряд, но просто 17 часов, 8 часов подряд, и не выдохся. Если ты знаешь, что такое марафон молитвы, марафон поклонения, на каких песнях можно 3 часа выдержать? На каких песнях можно 5 часов стоять и поклоняться Богу? Я просто смотрел, думаю, это другая школа, это не наша школа. Мы молимся, полчаса ушли, а это 24 на 7. Я пытался осмыслить, думаю, как это можно запустить? Как это можно включить? Надолго ли нас хватит? У них такой репертуар, который им позволяет часами, часами, днем и ночью стоять в присутствии Божьем и не ждать и не смотреть на часы, а наслаждаться этим? Для меня это было удивительно. Еще более удивительно, что они на языках не поют и не на языках не молятся во время публичных служений. Я акцентирую мысль. У каждого направления, у каждой динаминации есть своя специфика. Я слышу, что во многих церквах сегодня отменяется молитва на языках. В Москве, где-то в Киеве. Оказывается, вчера мы молились на языках публично и пели на языках, а сегодня как-то вот сегодня времена поменялись и мы вот этот важнейший элемент поклонения, Павел говорит, буду молиться духом, буду молиться умом, буду петь духом, буду петь умом. И вдруг вот как бы мы упрощаем, объясняя этот момент, что ну как бы люди нас неправильно поймут. я акцентирую, у иудеев своя школа поклонения, у самарян своя школа поклонения, а у нового поколения своя. Мы не отказываемся от языков, мы не отказываемся от духовной глубокой медитации, мы не отказываемся от пророческих хитов, мы не отказываемся от тех откровений, которые находятся в у истоков и являются фундаментальными для нашего движения. И за 27 лет мы этим откровением не изменили. Я просто говорю, что я побыл там, но я понял, что я другой. У нас недавно были группа музыкальная, танцевальная из Кореи. такие яркие, такие пестрые, такие, ну такой этнос красивый. И какие-то такие песни интересные. И своя логика поклонения. Мы смотрели на корейское поклонение. Красивое, приятное, экзотичное, но не наше. Вы понимаете, о чем речь идет? Речь идет о том, что вот на таких конференциях, вот на таких школах, вот на таких вот встречах. Мы должны определить идентификацию ДНК нового поколения. Чтобы новое поколение не превратилось в проходной двор, в экспериментальную лабораторию. Я не против экспериментировать, но мы должны знать, что мы новое поколение. У нас есть свое лицо, у нас есть своя ДНК, у нас есть свои откровения. Так вот, друзья, левиты должны обслуживать откровения в своем поклонении. В новом поколении есть фундаментальные и универсальные откровения, которые создают лицо нашего движения. Да, мы будем матерью тысячи церквей. Да, мы верим в восстановление скинии Давида. Мы верим, что реформация общества будет зависеть и конкретно говоря, и от нашего поклонения, и от нашей проповеди. Мы верим в христианизацию общества и в реформацию. Мы верим в возрождение царственного священства. Мы верим в глобальные программы, которые Бог нам открывает. И в зависимости от этого рождаются соответствующие песни. Или мы каким-то образом видим гармоничное взаимодействие с тем репертуаром, который даже родился здесь. Я еще раз хочу подчеркнуть мысль, что поклонения обслуживают откровения. Откровения. Если мы верим в реформацию и в преображение окружающего общества, мы поем песни, мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Глобальные пророческие хиты, которые могут влиять не только на персональную судьбу, но на судьбу наших городов. Я вас поставил на стенах, людям возвещать о нем. Стены это наша арена, битвы и победы над злом. Я доверил ваши руки, судьбы тысяч людей. Не подведите, не проспите судьбу у ваших дверей. Если мы верим в возрождение нашего общества, соответствующим образом, это откровение звучит в этих пророческих хитах, страже на стенах, судьба больших городов, судьба матерей, отцов, стариков. Понимаете? Вот о чем идет речь. Если мы говорим о том, что пробуждение должно прийти сверху, то мы поем, истуканы разных стран стоят на глиняных ногах, поднялся Божий ураган по всей земле, такой размах, а этот камень оторвался и ударил истукана по ногам, истукан в пух и прах распался, разлетелся, как прах по сторонам. Для каких-то церквей это непонятные песни. Для каких-то церквей это вообще зашифрованные о чем, зачем. Но понимаете, поклонение должно гармонировать с фундаментальными откровениями, которые звучат в церкви. И тогда церковь представляет собой целостное, органически созданное на сверхъестественном основании сообщество. Если мы верим в то, что Бог будет изливать на всякую плоть, мы говорим сила духа, молва разлетится, откроются двери, и люди прославят тебя. Я возвращаюсь, я провозглашаю утвержденные церкви и укрепленные города. На самом деле, какие откровения, такое и поклонение. Даже если говорить об Иисусе. Есть такие сантиментальные песни. Я люблю тебя, ты меня любишь, ты меня хранишь, я тебя храню, я не против. Вот когда я слышу новые альбомы, новых музыкантов, вот у нас недавно тоже здесь была группа музыкальная, и мне дали диск послушать, и потом спрашивают, ну оцените, пожалуйста, вот это творчество. Знаете, какой у меня главный критерий. Я всегда хочу услышать в этих песнях, в этой музыке откровение. Насколько оно глубокое, насколько оно неглубокое. Вы знаете, оценить качество барабанщика, это вообще-то другая шкала. Как гитара играет, как саксофоны там поют и рычат, это вообще нигде вопрос, идея, откровение. И когда ты видишь, что откровение, ну, ну, такое вот, вот, ну, ну, вот и все. Музыкант неплохой, и исполнитель неплохой, а какое откровение обслуживает твое творчество, вот это ключевой момент. Даже откровение об Иисусе, друзья, о чем бы сегодня и хотелось поговорить. Кто для тебя Иисус? Если, Иисус же задает вопрос, за кого почитают меня люди? А вы за кого меня почитаете? Одни почитают за одного, за другого. И в этом вопросе мы должны понимать, какое откровение об Иисусе, такое поклонение Иисусу. И когда мы понимаем, что Иисус, вообще-то его судьба, его жизнь началась не в вифлеемских яслях и не закончилась Пасхой, а что Иисус Христос был прежде создания мира, прежде появления этой вселенной. Он был рожден прежде всякой твари. Он тот, кто творил мир. Он тот, кто создал этот мир, потому что им было создано все видимое и невидимое. И когда ты просто получаешь об Иисусе вот такие откровения, у тебя песни не могут быть вот такие простые, обыкновенные. Я не про усложнение говорю, а я говорю про глубину, про трепет, про космический восторг, когда ты понимаешь, что Он тот, кто был, Он тот, кто есть, и Он тот, кто грядет. Он пришел из вечности, чтобы нас, изгоя вечности, вернуть туда. И Он однажды нас туда и заберет. И когда ты видишь, что Иисус, Он был прежде Авраама, Он был прежде Иосифа, Он был прежде Моисея, Он вечный, Он тот, кто был, Он тот, кто есть, и Он тот, кто грядет, когда ты такие откровения об Иисусе получаешь, твое творчество, оно будет меняться. Меняются откровения, меняется поклонение. Вот возьмите, пожалуйста, эту мысль, просто какие последние откровения об Иисусе ты получил за последний месяц, за последний сезон? Когда ты был последний раз на горе преображения? Когда Он преобразился? Когда одежда Его заслала? Когда лицо Его заслала? Когда слава Божья Его покрыла? Ведь взирая на Его славу, мы преображаемся в тот же образ, наше поклонение преображается, и мы по-другому не можем о Нем говорить, как Бог превознес и прославил Иисуса превыше земных и небесных имен. Агнец на троне, в царской короне, да будет превознесен. Так бы хотелось, друзья, чтобы откровения не конфликтовали с поклонением, чтобы именно откровения рождали наше творчество. Поэтому левиты – это люди, которые ближе всех стоят к Богу. Здесь мы прочитали, Иоанна, что Отец ищет их себе. Себе. Не для церкви. Это самая привилегированнейшая каста Божьих священников. Он их приближает к престолу. И когда они стоят ближе всех к Богу, они видят то, чего не видят другие. Они слышат то, чего не слышат другие. Уважаемые друзья, поймите такую вещь, что поклонение – это служение вечности. Это дыхание вечности. Это голос вечности. Это музыка вечности. Это настолько глубоко. Если вечность не реагирует на поклонение, это не суть поклонения. Это поклонение из вечности пришло. Если хотите вечность, она дает нам карт бланш. Она хочет, чтобы мы, Бог избирает нас, чтобы мы стояли перед престолом. Это четвертое измерение. Это престол Божий, это святилище. Какие откровения? Такое поклонение. Я недавно читал этот псалом бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Бездна. Слово бездна это такое понятие широкое. Есть глубины сатанинские, есть глубины Божьи. Левиты мы представители глубин Божьих. И вот эти вещи призывают бездну. Это какой-то космос. Это что-то запредельное. Это реальность Царства Божьего. И когда ты начинаешь слышать, что у Бога своя бездна, богатств, премудрости и ведения, а человеческий дух имеет свою бездну, глубину, понимание, интуиции, духа, подсознание, сверхсознание. Ведь мы же по образу Божьему созданы. Если в Боге есть бездны, значит они есть и в нас. И рождаются соответственно в зависимости от этих откровений соответствующие песни. Бездна бездну призывает голосами водопадов твоих дух трепещет, сердце тает, тебя услышат все концы земли. Бездна богатств и премудрости Божьей взывает глубинам человеческого духа. В тайны вечности мы не были вхожи, не видел того глаз и не слышало уха, что приготовил Бог любящим детям. В нем полнота божества телесно реальность земная небесную встретит. Я слышу, как бездна призывает бездну. Я просто часами могу сидеть и созерцать или пытаться созерцать. Просто Боже, помоги рассуждать о глубинах, не по мелководью отплывите на глубину. И Бог кому-то говорит, отплывите, ныряйте в откровение. Поверхностные люди не могут быть левитами. Левиты это самые духовные люди. они ближе всех стоят к нему. Они слышат то, что другие не слышат. Я заду сегодня вопрос, а какая первая заповедь? заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, крепостью своей и ближнего своего, как самого себя, или Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Я вчера задаю друзьям, говорю, как вы думаете, какая из этих двух заповедей является заповедью первой? мы начали вспоминать, когда Бог кому что говорил, знаете, что я выяснил? Я выяснил, что первая заповедь, первая заповедь, это заповедь о поклонении, заповедь о поклонении. Мы читаем, что когда к Бог первородным, вводит во вселенную, он говорит, и да поклонятся ему все ангелы. Подумайте только, с позиции вечности поклонение приобретает совершенно другой характер. Задолго до появления человеческой цивилизации была озвучена заповедь о поклонении. Сын Божий, которому ты поклоняешься и я. Во-первых, ему поклоняются ангелы Божьи. Поклонение это приобщение к вечности и к служению ангелов. Это не просто маленькая сцена, где мы стоим с гитарами, где мы стоим с компьютерами. Самый главный инструмент поклонения это сердце. Я бы почаще советовал вам, уважаемые друзья, выключать вот это все и проверить насколько сердце качественно и эффективно поклоняется, потому что это главный инструмент. Савл, апостол Павел и Сила были в тюрьме, там вообще ничего не было, но они так поклонялись, что вечность реагировала. И ангелы вместе с ними, что вся тюрьма тряслась. Должен сказать, что очень часто мы прячемся вот за баррикадой технические, компьютерные, инструментальные. Выключите это все, проверьте, насколько сердце поет, насколько сердце славит, насколько сердце торжествует. Так вот, мы должны пересмотреть, истоки и природа происхождения, когда Господь вводит первородного во вселенную. Людей тогда еще не было. Прозвучала заповедь «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служу». Эта заповедь прозвучала ангелам, а потом она прозвучала людям. И ангелы должны знать, кому они поклоняются. Может быть, кто-то знает, может, кто-то не знает. Мы привыкли Иисуса рассматривать, страницам и Его земной биографии. Вот Он родился, и вот Он умер, и вот воскрес и ушел. И вот эти 33 года это границы нашего познания Иисуса Христа. А ведь Он же существовал до этого. Не просто тысячелетия, вечность. До того, как появилась эта земля, Он уже существовал. В 17 главе Иоанна Он молится, Господи, прославь меня той славой, которую я имел прежде создания мира. А потом Он молится об учениках, то есть о тебе и обо мне, и говорит, да познают они ту славу, да вкусят они ту славу, которую я имел прежде создания мира. Иисус молится, чтобы мы были частью вечности. Чтобы мы познали, что поклонение это тот момент, когда вечность прикасается к нам. Поклонение это голос вечности. Хоры ангелов там поют вместе с нами. Вы никогда об этом не говорили. Мы так привыкли, вот пачка это барабаны, гитара, клавиши. Пачка это когда люди и ангелы. Вот настоящая пачка. И мне бы так хотелось, чтобы Бог нам открывал глаза и чтобы мы видели ангелов. Сокращая время, вы сами знаете, вы помните, в год смерти царя Озии увидел я Господа сидящего на престоле и ангелы по сторонам. Они его прославляли, они его превозносили и слава Божья наполнила храм. Да откроются двери вечные, да откроются верхи врат и войдет царь славы, Господь сильный в брани, свят, свят, свят. Я верю в такое поклонение. Я верю вот в такое преображение. Когда вокруг престола не только ангелы, но и где-то там нам местечко будет выделено. Вместе с ангелами мы будем стоять возле престола. А это право каждого воскресения, а это право каждого служения, а это право каждого молитвена, даже вот этой школы, на которой мы сейчас находимся. Моя молитва, Дух Святой, открой глаза, чтобы нам видеть реальность царства твоего и ангелов твоих. Если пророк увидел ангелов, которые поклонялись, почему мы не сможем? Ведь написано, и зальет Духа моего на всякую плоть, и они будут пророчествовать, они будут видеть видение. А на Фанаилу Господь сказал, вы будете видеть отверстое неба и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну человеческому. Пятая глава Откровения, Иоанна на острове Патмос, Он увидел престол, Он увидел Агнца на престоле, и Он увидел и услышал голоса многих ангелов, которые стояли перед Ним. И мы тем людей, которые говорили, достоин Агнца, достоин Агнца принять славу, честь, богатство и величие. Этот год мы назвали годом преображения и славы Божьей. Моя молитва, я просто хочу сейчас помолиться, и потом у нас будет небольшой хоум воршип, я бы хотел просто вместе с вами поклониться Богу. Но так хочется, чтобы мы знали, чему и кому мы кланяемся. так бы хотелось, чтобы в наш адрес никогда не прозвучала эта фраза «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем». и я хочу быть в той команде, которая знает, чему, кому, где и как поклоняется. Вопрос не в том, в чем ты одет, и что у тебя висит на шее, и за каким инструментом ты находишься. Вопрос, где, в каком измерении. Видишь ли ты этого великого Бога? Видишь ли ты сидящего на престоле? Я думаю, какое откровение, такое будет и поклонение. Когда мы придем на небо, там не будет евангелизма, там не будет экзорцизма, там не будет ничего такого, что связано с проклятием. Поклонение – это служение вечности. Дай Бог нам раскусить его на этой земле. Я хочу помолиться сейчас. чтобы Дух Святой разложил все по полочкам, чтобы Дух Святой провел ревизию в наших сердцах, и чтобы весь религиозный хлам, все, что мешает, не надо ни на кого быть похожим. Мусульмане вообще не стесняются никого. Раскладывают эти коврики без всяких претензий на какое-то великое шоу. Просто вот так поклоняются, и в этом есть какая-то сила. И они не стыдятся своих отношений со своим Богом. Они говорят, никаких проблем, никаких наворотов, они не парятся с текстами. Нет Бога, кроме Аллаха и Магомеда, пророков. Они просто поклоняются Ему. Они нам бросают вызов. на самом самом деле, у самарян свое поклонение, у иудеев свое поклонение, какое у нас поклонение. Я верю в праздники поклонения. Друзья мои, еще один момент. Вы не обращали никогда внимания, что заповеди про прославление нету. А вот заповеди о поклонении есть. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. И там, отец ищет не прославителей, отец ищет поклонников. Я ничего против прославления не имею. Группа прославления. Нет, пусть у нас будут группы поклонения. Потому что это служение вечности. Прославление, может быть, это первый этап, или, я не знаю, может быть, промежуточная какая-то фаза, но когда ты с ангелами будешь стоять перед престолом, кульминация этого служения это поклонение. Там нет резких движений, там благоговение, там трепет, там просто свят, свят, свят. Господь Соловов и вся земля полна славы Господней. Давайте закроем глаза. Я помолюсь и пусть Дух Святой преображает и проводит ревизию в наших сердцах, в нашем сознании и в нашем служении. Драгоценный Дух Святой, я так благодарен тебе за эту встречу. Я прошу тебя, оживотвори каждое слово, которое ты произносил. если ты этот год назвал и дал нам это направление год преображения и славы Божьей, я умоляю тебя, преврати эту школу, преврати Господь наше служение в гору преображения. Господь, пусть каждый из нас познакомится с вечностью, пусть каждый из нас вкусит эту благодать, пусть каждый из нас получит это откровение, что поклонение это приобщение к вечности и к служению ангелов. Я прошу во имя Иисуса разрушить всякую религию поклонения, которая сегодня на наших сценах, убери всякое плотское телодвижение, убери Господь все религиозное, мы не хотим быть в той команде, которая не знает, чему кланяется, мы хотим быть в той команде, которая знает кому, чему, зачем и почему. Дух Святой, я умоляю тебя, приди как никогда раньше, яви Господь свою славу, мы нуждаемся в тебе как никогда раньше. Гламер КамАЦу Ди КамАЦу КамАЦу Иисус Иисус, как прекрасен Ты. Иисус, как прекрасен Ты. Ты тот, кого люблю, Ты тот, кому себя я отдаю. Иисус, как прекрасен Ты. Ты тот, кого люблю, Ты тот, кому себя я отдаю. Иисус, как прекрасен Ты. Иисус, как прекрасен иисус как прекрасен ты ты-то кого люблю ты-то кому себя надою и как прекрас ты-то кого люблю ты-то кому себя отдаю иисус как прекрасен иисус как прекрасен ты-то кого кто-то любил меня как любишь ты-то кого-то твой прожил мне свою жизнь чтоб мной гордился ты нет никого кто так любил меня как любишь ты позволь прожить мне свою жизнь чтоб мной гордился ты аллилуйя слава тебе аллилуйя слава тебе слава тебе господь аллилуйя слава тебе аллилуйя слава тебе господь где бы я не шел не убоюсь я зла где бы я не шел ты всегда сам где бы я не шел не убоюсь я зла твой жизнь и твой посоль успокоят меня аллилуйя слава тебе аллилуйя слава тебе господь аллилуйя слава тебе господь Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Познал и я Твою любовь, мой Бог Теперь тебе принадлежит Мой каждый взгляд и каждый вздох Мой драгоценный и любимый Бог Мой драгоценный и любимый Бог Ты знаешь, что я люблю Сердце мое пред тобой А вдруг это сон, а вдруг я забылся и сплю Не верю в свои глаза, я вижу снова тебя Я снова с тобой, тебя я как прежде люблю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые друзья Друзья, уважаемые друзья Я очень рад Быть, был быть с вами Очень бы хотелось, чтобы Наш разговор был откровенный И друг с другом И с тем, кто нас избрал Тем, кто приблизил нас к себе Поклонение, кроме многих других определений Это наше любовное признание Это наше признание в любви Это интим, духовное Это то, что делает нас счастливыми Это когда без всяких аплодисментов, без всяких специальных эффектов Твое сердце благодарно ему Оно любит его И оно трепещет перед ним Я считаю, что Хом-воршип Является основой церковного Прославления Готово сердце мое Тогда я буду петь и славить Мне кажется, даже репертуар Который мы выбираем в воскресенье На утреннем служении Должен быть где-то озвучен И приготовлен дома, в свечер Я не знаю, как это организовать Но почему-то, когда мы как проповедники Мы проповедь не утром за полчаса готовим А мы вынашиваем Это звучит внутри Поэтому так бы хотелось, чтобы Какие-то преобразования И в подготовке репертуара И в самом служении, поклонении Произошли Ну, что Бог хочет Чтобы это было настолько натурально Чтобы это было настолько по-честному Чтобы это было настолько откровенно И поверьте Левиты Они будут Переживать Пророческое помазание Я глубоко верю Что пророческий аспект поклонения Он будет ярко выражен Потому что если игра идет Только в одни ворота Мы поклоняемся, поклоняемся И даже не слышим Принял Господь хвалу Или не принял Это очень наскучит быстро Но Бог пообещал Прославляющих меня Если они будут в духе И в истине Прославлять И поклоняться мне Я их прославлю Фидбэк гарантирован А что такое фидбэк? Что это такое реакция Со стороны Того, кому ты поклоняешься Господь отреагирует И провещевание вернется И я думаю, что Поклонники будут Пророчествовать И когда ты поклоняешься Богу Когда ты ищешь Выбрасываешь духовные антенны Что небо в этот момент говорит Господь даст тебе слово И это слово будет исцелять Утешать Ты будешь другим Одно слово Услышанное оттуда Оно изменит все Я абсолютно убежден Наше поклонение будет пророческим Наше поклонение будет глубоким Наше поклонение будет исцелять людей Наше поклонение Оно будет менять судьбы людей Потому что написано Когда Самуил И у него был пророческий сон И кто туда заходил Они становились другими людьми Пусть наше поклонение Не только нас меняет Пусть оно меняет Тех людей Которые вокруг нас находятся Воздай ему хвалу, честь и славу Могущество, сила, власть и держава В его руках на земле и на небесах Бог превознес Прославил Иисуса Превыше земных небесных имен Агнец на тронь Царской короне Да будет превознесен Бог превознес, прославил Иисуса Превыше земных небесных имен Огнец на тропе в царской короне Да будет превознесен Аллилуйя, Аллилуйя Ибо воцарился Бог Сидержитель Ибо воцарился Господь Аллилуйя, Аллилуйя Ибо воцарился Бог Сидержитель Ибо воцарился Господь Воздай ему хвалу, честь и славу Магущество, сила, власть и держава В его руках на земле и на небесах Ты велик, ты прекрасен, ты велик И другого нет, как ты И другого нет, как ты Ты велик, ты прекрасен, ты велик И другого нет, как ты И другого нет, как ты Ты велик, ты прекрасен, ты велик И другого нет, как ты И другого нет, как ты Итак, друзья, наше время подошло к концу Я вас люблю, благословляю И глубоко верю, что это слово не вернется к нему тщетным Пока не исполнит то, для чего оно послано Мир меняется, жизнь меняется Но слово Божье остается неизменным И под конец пророческое слово для каждого из вас Вот тьма покроет землю И мрак народы Умножится и зло, и беззаконие А над тобою воссияет свет Мы ждали годы, нас Бог призвал Мы здесь непосторонние Тебя не звали, тебя сюда не приглашали Но ты пришел, и все твердыни задрожали Ты должен знать свое великое призвание Ты, голос Божий, восстановитель Вековых развалин И заглушая голос компромиссных угрызений Души своей и ропот нынешних сомнений Поверь, ты избран Тебя помазал Бог Восстановитель многих поколений Эпоха Озии осталась в прошлом Времена другие Остались в прошлом наши скорби и печали Застроятся потомками пустыни вековые И назовут тебя восстановителем развалин Кто во Христе рожден, тот новое творение Древнее прошло, теперь все новое Бог провозглашает план восстановления Мы к переменам быть должны готовыми Вот тьма покроет землю И мрак народы Умножится и зло, и беззаконие А над тобою Воссияет свет Мы ждали годы Нас Бог призвал И мы здесь, в России Непосторонние Амин Люблю вас Благословляю Обнимаю Неизменно Ваш пастор Алексей